Когда я встречаюсь с новичками, и до сих пор, и тогда мы встречались с новичками, то моя задача, чтобы человек понял этот бизнес, чтобы он схватил саму идею, чтобы он сгорелся и поверил, что она реальна. Поэтому для меня задача донести до человека смысл этого бизнеса так, чтобы он просто, понятно, без всяких этих самых мудрствований, без красивых слов. Обычно я говорю так, вот здесь есть большие деньги, видишь карьерная лестница, но там есть еще 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов, 400 тысяч долларов. Ты понимаешь, такие деньги за продажи не платят? Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работы? Миллион долларов, и мы даже знаем людей, которые этот миллион уже получили. Вы знаете, вот самое сложное – это про себя рассказывать. Я никогда рассказываю, я не говорю, что я получил. Я говорю, есть люди, которые получили этот миллион, и люди этому верят больше, потому что если бы я сейчас сказал, да я сам получил миллион, в ухо вастунлен. И поэтому что получается? Я говорю, знаешь, что, вот видишь, да, там 24 тысячи долларов, там 30 тысяч долларов, видишь, да? Ну, сам понимаешь, что такие деньги за продажи не платят. Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работы. И давай сделаем так, я сейчас вообще не буду ничего говорить про большие деньги. Я сейчас расскажу, как работает алгоритм, и ты мне сам назовешь, сколько здесь можно зарабатывать денег. Вот такой вариант тебя устраивает? Ну, такой вариант, как правило, всех устраивает. То есть, ты знаешь, что меня про сетевого мальчиков? Нет. Это вообще обман, это лохотрон, это пирамида, это вот… Я говорю, хорошо, я тебе сейчас расскажу, как работает этот алгоритм, вот и вот ты, который сейчас говоришь, что это лохотрон, ты мне сейчас сам скажешь, сколько здесь можно зарабатывать денег. Такой вариант тебя устраивает? Я не буду говорить, сколько здесь зарабатывать можно. Ты мне назовешь, сколько здесь можно будет зарабатывать. Подходит такой вариант? Такой подходит. Я говорю, тогда поехали. Когда я начинаю встречу с товарищками, я сам перед собой ставлю задачу ответить на пять вопросов. Первое. В чем смысл этого бизнеса? Почему я каждый раз, вот уже 20 лет, я начинаю свою встречу любую с этой фразы. Потому что сколько людей столько смыслов. Если человек видит смысл продавать, у него заработки такие же. Если человек видит смысл людей приглашать, у него заработки такие же. Вот я сейчас расскажу в чем я вижу смысл этого бизнеса. Потому что смысл этого бизнес далеко не в продажах. Откуда деньги берутся? Я говорю, ребят, обратите внимание, здесь товара нет. Я ничего не продаю. Более того, если меня еще попросят, я вам не продам. А деньги есть. Вот откуда они берутся? Такое впечатление, как будто из воздуха. На самом деле я сейчас вам расскажу чисто математически, как работает этот алгоритм. Что надо делать? Что надо делать в этом бизнесе? Что вам надо делать? Потому что я буду рассказывать то, что делаю я. Вам надо делать то же самое. Кто обязан помогать? Обязан. Именно так я ставлю вопрос. Помогать. Почему? Потому что вот этой фразой я хочу показать новичку. Я ему прямо так и объясняю. Я этой фразой хочу показать тебе, что ты будешь работать не в одиночку. В этом бизнесе есть люди заинтересованы в твоих результатах. Причем не просто заинтересованы, а материально заинтересованы. То есть ты зарабатываешь тысячу рублей, ему платят, мне платят 5%. Ты зарабатываешь тысячу долларов, мне платят все те же самые 5%. Ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, мне платят все те же самые 5%. То есть мне материально выгодно, чтобы ты зарабатывал много. Знаете, для новичка это очень важно, это очень важно понять, что на самом деле он здесь не в одиночку будет биться, а кто-то будет его сопровождать, кто-то будет ему помогать, кто-то будет ему поставить плечо, кто-то будет членом его команды, и он войдет тоже в команду. Ребята, это командный бизнес. Что будет в результате? О каких заработках идет речь? Потому что если цена вопроса 100 долларов, спрашивают, а если смысл огород городить? И для новичка очень важно понять, о каких заработках идет речь, что будет в результате. И вот они мне на этот вопрос отвечают, сколько здесь можно зарабатывать денег. Моя задача пройти все эти пять вопросов. Чтобы объяснить людям, в чем смысл бизнеса, я обычно рисую вот такую картинку. И так, прямо у них так и спрашивают, красиво? Ну, какое оно красиво? Как получится такое это самое? Я говорю, это компания. Это компания, которая имеет свою продукцию. Мне сейчас говорят, какая компания будет нарисовать такую бесформуную. Я сейчас говорю о смысле бизнеса. Не о смысле Арифлейм, а о смысле бизнеса. Потому что вот это вот, вот это вот. Это люди, которым продукция нужна. Фирма, которая имеет продукцию, люди, которым продукция нужна. Но оказывается, мало придумать товар, мало его изготовить. Его надо еще реализовать. Вот здесь, посредине, находимся мы. Люди, которые хотят зарабатывать. Вот так все просто, честно и откровенно. Мы не сотрудники компании, мы просто с этой компанией делаем свой бизнес. Потому что сама фирма палец о палец не очень делала, для того, чтобы реализовать свой продукт. Это значит, что она выложила на нас, согласно нам за это платить деньги. Очень часто, когда люди видят товар, первая реакция – продавать надо. А некоторые говорят, я не хочу продавать, я не люблю продавать, я не буду продавать. Я говорю, ну и дурак. Потому что вся история человечества показывает, что самым богатым людьми всегда были кто. И люди сами отвечают – купцы, торговцы, торгаши. И она говорит – продавцы. Я говорю – но, но, но. Вот только не продавцы. Никогда еще не видел, но продавца богатого. Чем же отличаются купцы от продавцов? У меня там, Мила, всегда ругала за этот анекдот. Но я вам все равно сейчас расскажу, потому что он очень глубокую пропасть делает между купцами и продавцами. Анекдот такой. Говорят, если мужчина влазь не спереди, значит он умный. Если сзади, значит гуляет. Ну а чужие подушки все протер, да? Если у мужчин влазь не спереди и сзади, значит гуляет с умом. К чему это рассказал? Есть люди, которые продают, а есть люди, которые продают с умом. Купцы, торговцы, торгаши. Они не занимаются продажами. Купцы. Они мыслят большими категориями. Они находят товар, они его транспортируют. Они организуют реализацию. Они организуют реализацию. Они сами ничего не продают. Честное слово, ребята, если вы, ваша команда будет давать мне 70 тысяч долларов товарооборота, честное слово не спрошу, сколько вы сами лично продали. Я понятно объясняю? Купцы, это организаторы. Организаторы всегда зарабатывают больше. Потому что если вот американцы говорят, что лучше получать по одному проценту с работы 100 человек, чем работая одному и получая все 100%, то в бизнесе, в Арифлейме можно сделать так. Этот же присказ можно перевернуть по-другому. Лучше получать по одному проценту с работы 10 тысяч человек, чем работая одному и получая всего 100%. Я понятно объясняю? Это работа с людьми. Этому надо научиться. Этому учиться надо. Потому что, когда мы с Томилом начали этот бизнес, мы начали его с конца. Что нужно фирме от нас? В чем ее выгода от нас? За что она будет платить деньги? Некоторые говорят, реклама. Я говорю, да ни хрена. Им нужен только товарооборот. Чистый товарооборот. Даже если вы без рекламы будете делать товарооборот, они выплатят четко оговоренный процент от любого товарооборота, который появится благодаря вашей работе. Верно? Да. Я не слишком быстро говорю. Я просто пытаюсь быстрее все это проскочить, чтобы как можно больше рассказать. Мы начали думать, как мы можем создать фирменный товарооборот. На сегодняшний день я знаю принципиально две схемы создания товарооборота. Большого товарооборота. Меня не интересует 100 долларов. Меня не интересуют 1000 долларов. Меня интересуют миллионы. Жить так с королевой. Зарабатывать так миллионы. Начали думать, как мы можем быть выгодны фирмой в смысле товарооборота. На сегодняшний день я знаю две принципиально различные схемы создания товарооборота. Первая – это классический, линейный, через цепочку посредников. Фирма-производитель, крупный автопосредник, средний автопосредник, мелкий автопосредник, рекламный оценок магазинов. Это цепочка, это классическая. Что такое крупный автопосредник? Это фирма, которая берет товар за границей, перетаскивает через границу, погрузка-разгрузка, офисер, растаможка, секретарша длиноноги. Накладные рассуды и как минимум 30% своей прибыли. Беспредельная работа не будет. Некоторые слишком много 30%. Я говорю, да, но почему-то крупному покупателю 10-15% без ущерба для себя. 30-30, ребят. Потом эта фирма берет средний автопосредник, который остается по городам этой страны. Мурман, Сладивосток, Новосибирск. Накладные рассуды и как минимум 30% своей прибыли. У этой фирмы берет мелкий автопосредник, который остается по магазинам этого города. Гумцун, Вайнторг. Не только 30, 50, то есть 70% норвит рубать. Плюс реклама. Все знают, что такое реклама. Плюс оценка магазина. Все знают, что такое оценка магазина. Самый паршивый в этой ситуации, что каждая из них своя 30% напущена от предыдущего. Никогда не сталкивать с таким понятием, как сложный процент. Как процент от процента. У нас, ребята, посчитали, от 700 до 1000% входит на прибыль посредников. Если что-то на заводе стоит 1 доллар, до покупателя доходит 10 долларов, 1000%. Сделать еще и раз. Схема такая. Очень долго еще я была сделана, практически до конца 40-х годов. В конце 40-х годов появилась альтернатива этой схеме. Дистрибьюция. Когда человек берет напрямую на фирме и отдает напрямую покупателю. За этот год получает 1 раз 30%. И все. Представляете, насколько схватился путь товара, насколько схватилась цена товара. Но дело в том, что когда человек один, ну в принципе фирма-то и не очень выгоден. Две руки, две ноги, 24 часа в сутках. Но когда таких людей становится много, когда вот таких людей становится на самом деле много, то вот за эту организационную работу по созданию этой сети распространителей фирма тоже согласна платить деньги. Вот фирма «Арифлейм» конкретно за эту организационную работу доплачивает еще до 30% от стоимости товара. Причем система продумана так, что каждый раз берет товар напрямую на фирме, отдает напрямую покупателю, зарабатывает на 30%. Каждый раз берет товар напрямую на фирме, отдает напрямую покупателю, зарабатывает на 30%. Каждый из нас берет товар на прямой на фирме, да это прямой покупатель, зарабатываем 30%. Все мы в абсолютно одинаковых условиях. Все мы товар берем по одной и той же цене. Константа, константа, константа. Фирма подойдет документы по 30% нашей прибыли. И поэтому вот здесь появляется как минимум две возможности зарабатывать денег для всех. Первое – это на реализации товара. И второе – на организационной стороне вопроса. Откуда берутся деньги на 30%? Когда мы товар на фирме покупаем, то мы эти 30% уже платим на фирму. Теперь наша задача их забрать. Как? Товарооборотом. Если мы их не забрали, значит они фирме достают как сверхприбыль. Здесь понятно? Некоторые говорят, что вам отдают 60%? Вот вам лично отдают 60%? Я говорю, да, а что? Сколько же сам товар стоит? Я говорю, ребят, сам товар стоит столько же, сколько и стоил. Но просто если по классической схеме фирма получала 10% от товарооборота, то сейчас, отдавая нам 60%, фирме остается 40%. Понимаете, о чем речь идет? Хорошо, я на пальцах объясню, что такое сетевой маркетинг. Вот эта вот фирма, просто как сейчас расскажу, как прибыль формулируется. Вот это день, который хочет получить себе фирму, свой продукт. Тут ее прибыль уже заложена. Крупный опыт у посредника, третий опыт у посредника, мелкий опыт у посредника, реклама, наценка магазина. Фирма смотрит, сколько я с товара стою был в магазине по классической схеме продаж. Один из видов наценок она убирает. Наш продукт уже получает дешевле, чем на логичном магазине. Она отказывается от услуг всех посредников. От услуг всех посредников. Они сами транспортируют, они сами растомаживают, сами хранят, сами выдают. Прибыль посредников остается, но отсутствует... Нет, наоборот. Расходы посредников остаются, но отсутствует прибыль этих посредников. Я понятно объясняю, да? Значит, еще раз. Расходы посредников на растаможку, на транспортировку, на охрану, там... Все остается, расходы. Но прибыль этих посредников ликвидируется. Что они делают после этого? Одни из 30%, которые все равно уходили на прибыль посредников, они дают нам, своим единственным посредникам. Еще 30% они проставят на почти нехорошо работающих консультантов, и все остальные деньги остаются фирме. У фирмы есть деньги открывать новые заводы, у фирмы есть деньги открывать новые препараты, у них есть деньги открывать свои научно-исследовательские институты, у них есть деньги смотреть в будущее. Любой крем, который нам предлагается продажу, время его подготовки 5 лет. То есть они сегодня работают над тем, что будет через 5 лет у нас в каталоге. Вы понимаете, о чем речь идет? Это серьезнейшая фирма. Причем это не фирма, которой там верхушки хватает, они сами придумывают, сами изготавливают и сами реализуют. Они полностью хозяева всего процесса. Просто в отличие от других компаний, компания Amway, великолепная компания, но она не изготавливает сама ничего. Она просто берет в одной компанию, в другой компанию, в третью, в четвертую, в пятую. И она зависит от поставщиков, в каждой стране у нее свои цены. То, что у нас, вот в Китае в 5 раз дороже все, в Швеции в 3 раз дороже, но в Украине в 5 раз дешевле. А они сами хозяева своих цен. Я понятно объясняю, да? Итак, я вам сейчас рассказал о теории сетевого маркетинга. Я ничего нового не придумал. Это хорошо известная схема, в которой тысячи и тысячи фирм работают уже десятилетия. Кстати, по этой же схеме работают алхотроны. Как известно, любую идею можно довести до абсурда. Но есть фирмы, которые честно работают по этой схеме. Мэри Кэй, Цептор, Ари Флейм. Есть фирмы, которые честно работают. Но я ничего не сказал. И, честно говоря, если бы это было просто так, я бы этим заниматься не стал. Да, кстати, почему фирма нам платит вот эти 30%? Да потому что чем больше людей, тем больше товарооборот. Вот фирме это выгодно, надо знать, согласно платить деньги. Потому что один человек никогда не продает столько, сколько продают в 10 человек. Логично? Поэтому вот они за организационную работу еще тоже платят деньги. Но, честно говоря, если бы это было просто так, я бы этим заниматься не стал. Идея красивая. Идея красивая. Ну, я говорю, целый полковник. Я 23 года в армии прослужил. Центр управления полетами. Я всегда считался на острие, науке и технике. Я не вижу себя в роли мелкого распространителя и в роли набирателя мелких распространителей. Не вижу я себя в этой. Должна быть какая-то более глубокая идея, чтобы меня этим бизнесом заинтересовать. И вот именно здесь, именно в этом месте нашли очень интересную изюминку, очень интересную грань, на которой мы построили весь свой бизнес, который я сейчас хочу рассказать вам. Интересно? Да, интересно. Всегда внимательно слушайте, потому что в следующей фразе заложена квинтэссенция всего, чем мы сами занимаемся, и что мы предлагаем людям. Договорились? Если вы сейчас эту фразу прослушаете, то весь остальной разговор в пользу бедных. Как-то раз мы с Томилой задумались о том, что когда вот эти люди, которых может быть много, которых может быть на самом деле очень много, берут что-то для себя, а сами не для себя, то каждый день покупает автоматично на 30% дешевле. Ну, для себя-то. Логично? И в этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организации людей, которые даже для себя что-то покупают, покупают на 30% дешевле, и можно сделать свой бизнес вот на этих 30% за организационную работу в этой схеме. Еще раз повторить? Как-то раз мы задумались о том, что когда вот этих людей у нас становится много, когда у них на самом деле становится много, очень много, то получается очень интересная вещь. В этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организации людей, которые даже для себя будут что-то покупать, даже если для себя будут что-то покупать, то будут автоматически покупать на 30% дешевле для себя. И в этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организации людей, даже если когда для себя что-то покупают, покупают на 30% дешевле, и можно сделать свой бизнес вот на этих 30% за организационную работу в этой системе. Ну, другими словами, организация потребителей. Но организация, организационная работа, вот эта составляющая, на этой организационной направлении и можно зарабатывать вот эти деньги. Эти отдать им. Отдаете прям им. Это ваша будет экономия. Потому что экономия – это тоже доход. Если у вас что-то появилось, ну, потом могу рассказать просто, как это делать. Знаете, если вы провели встречу с человеком, например, он отказался, не пошел он с вами работать. То есть есть два направления в этом бизнесе. Первое – это приглашать на бизнес сразу. Но, как вы знаете, не все люди будут согласятся на бизнес пойти. И можно сделать его клиентом. Зачем? Объясню. Чтобы потом сделать его консультантом. Потому что самый хороший консультант – довольный клиент. Вы уже проделали огромную работу, когда ему рассказывали все это дело. Чтобы это все пузырем не кончилось, значит, делаем его своим клиентом. Почему? Потому что он все равно умоется. Вы все равно для себя что-то покупаете. Говорят, хорошо, ты не хочешь работать, давай выбирай себе, что тебе я все равно буду покупать, давай я для тебя возьму. Делаем его клиентом. Причем клиентом постоянным, клиентом со скидкой может быть. Я тебе 5% скидку даю даже. Вот от этой цены. Вот от этой. Нет, ты мне вот от этой дай. Я говорю, ты знаешь что, поехать на фирму, сделать заказ, доставку – это все денег стоит. То, что я приехал домой, это тоже денег стоит. Поэтому сейчас будем играть по правилам. Правила игры ты знаешь. Здесь я сейчас на тебе буду 30% зарабатывать. Прям в лоб ему говорите, что я сейчас на тебе буду 30% зарабатывать. Знаете, как их коррежат? Ну ладно, говорю, 5% скидка. Если много будешь брать, 10% скидка. То больше не могу дать, что все это денег стоит доставить тебе товар. Если бы ты сам брал, пожалуйста, ты будешь иметь 30%. Еще раз. Как-то раз мы задумались о том, что когда этих людей много, когда этих людей становится очень много, то... Опять забыл. Получается очень интересная вещь. Получается очень интересная вещь, да. Причем на самом деле, люди мыслящие, они прям сразу эту мысль ловят. Что, подожди, я просто за чисто организационную работу они будут что-то покупать, а мне будут деньги платить? Да. Да. Почему? Да потому что один человек никогда не продадут столько, сколько продадут 10 человек. Но 10 человек никогда не продадут столько, сколько сами для себя купят тысячи человек. Тысяча человек по одному шампуня, это тысяча шампуней. Само столько никогда не продашь. Тысяча человек по одной помаде, это тысяча помадь. Само столько никогда не продашь. Тысяча человек по одной программе для ног, для рук, для тела, для лица, для волос, для ногтей. Само столько никогда не продашь. Сколько они просто даже для себя купят. В России стоил 150 миллионов населения. Шампунь качается через месяц. Значит, каждый месяц 150 миллионов шампуней, а у нас еще 60 стран есть. Мы имеем право работать в 60 странах. Греция, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Турция, весь СНГ, Швеция. Я понятно объясняю? Чисто организационная работа. Чтобы немножко проиллюстрировать возможность такой работы, возможность такого подхода. Я просто сейчас приведу вам такой пример. В ноябре месяце 1998 года, ноябре 1998 года, сразу после кризиса 1998 года, в августе случился кризис в ноябре месяце. Утомила Полежаева, есть такой человечек на фирме «Арифлей». Вот таким методом была построена организация, которая составляла на ноябре месяце 150 тысяч человек. Ежемесячный товарооборот и организация составляла сумму от 3 миллионов долларов в месяц до 6 миллионов долларов в месяц. Почему такая разница? Это январь, это декабрь. Бизнес, на самом деле, сезонный. 3 миллиона долларов в месяц – это очень серьезная сумма для любой компании. 3 миллиона в следующем месяце – опять 3 миллиона, в следующем месяце – опять 3 миллиона. Это очень серьезная сумма для любой компании. А давайте вместе с вами посмотрим, что на самом деле означает 3 миллиона долларов. Оказывается, 3 миллиона долларов у нас означает, что просто каждый из этих 150 тысяч человек делает ежемесячную закупку на 20 долларов. Можете проверить. Так я новичкам рассказываю. Так я новичкам рассказываю. Может я где-то ошибся, не знаю, подскажите. Он говорит, все равно ведь не все 150 людей начнут работать, 150 тысяч. Я говорю, правильно, половины работы не будет. Значит, основные делают на 40 долларов. Причем, когда я говорю на 40 долларов в среднем, я имею, кто-то на 2 доллара, кто-то на 200, потому что я играю в статистику. Потому что скажите мне сами, если вы будете 150 тысяч человек, там будут люди, которые будут для себя просто пользоваться на 30% дешевле? Там будут люди, которые будут дарить подарки. Там будут люди, которые будут продавать. Хоть колу говоришь, все равно будут продавать. Там будут люди, которые будут строить, ну, приглашать людей. Там будут люди, которые будут строить организации. А там будут люди, которые все это вместе будут совмещать. И пользоваться, и дарить подарки, и выполнять заказы, и приглашать людей, и строить организации, которые будут относиться к бизнесу. Знаете, ребят, для меня бизнес – это не продажа, для меня бизнес – это создание групповых товарооборотов. Для меня бизнес создания 3 миллионов долларов в месяц. Я понятно объясняю? Вот в Томиново была мечта построить организацию в 1 миллион человек. Смотрите, я ноль приписываю. Скажите мне сами, что с этими цифрами изменится? А с нашей зарплаты? Смотрите, какая произошла интересная перевертыш. Мы сейчас уже говорим не сколько мы продадим на тысячу долларов, мы говорим сколько мы заработать, у нас будет организация в тысячу человек. Потому что элегантным движением руки этот бизнес, из бизнеса продаж, из бизнеса работы с продуктом, из бизнеса работы с клиентом, элегантным движением руки перешел к бизнесу работа с людьми. Это совсем другая работа, совсем другие техники, совсем другие технологии, совсем другие зарплаты, прошу прощения. Я грамотно излагаю? Я рассказал смысл этого бизнеса? Оказывается он далеко не в продажах, он вообще не в продажах. Продажа это просто один из наших доходов и не основной, а дополнительный. Вот в чем смысл этого бизнеса. Хорошо, по-другому расскажу. Скажи, можем себе представить, что у нас уже есть организация в тысячу человек? Виртуально. Можем представить? Можем, да? Да. Давайте представим, что каждый участник нашей команды, тысячи человек виртуальные, покупает для себя один шампунь в месяц. Сколько стоит шампунь, которым не стыдно пользоваться? Где-то 150-200 рублей. Ну, чтобы еще было проще, 150-200 это где-то 3 доллара. Чтобы было проще. Значит, итак, тысячи человек в нашей виртуальной организации покупает себе по одному трехдолларовому шампунь. Сколько фирма получает товарооборот? Неправильно. Обычно говорят 3 тысячи. Неправильно. Нет. Просто каждый из них, как участник этой системы, покупал на 30% дешевле. То есть люди покупали трехдолларовый шампунь за 2 доллара. Люди им выгодно? Да. То есть я иду к своей выгоде через выгоду других людей. Итак, фирма получила товарооборот две тысячи долларов. Да? Чтобы получить свои две тысячи долларов, фирма согласна выпить обратно 30%. Кто может быстро посчитать 30% от 2 тысяч долларов? 600 баксов. Я взял только один шампунь и уже 600 баксов в кармане. Я взял только один шампунь и 600 баксов уже в кармане. А в следующем месяце опять у него шампунь уже кончился. А в следующем месяце опять. И так пока люди мыться будут. А люди моются даже во время войны. Люди моются по любому курса доллара. Я взял только один шампунь. То есть получается, что моя чистая организационная работа, фирма очень выгодно. Она с ней согласна платить деньги. А там еще есть программа для рук, программа для ног, программа для тела, для лица, для волос, для ногтей. Маленькие упаковки мало стоят. Маленькие упаковки быстро кончаются. Очень хорошо для бизнеса. Понимаете? Вот некоторые фирмы работают с дорогим продуктом. У нас говорят, дорогие продукты, у нас дорогие вот эти 30%, у нас большие заработки. Я говорю, как ты объясняешь людям, что они должны покупать дорогие продукты? Он говорит, я бы расскажу, что потом полтора года покупать ничего не надо. У нас экономный продукт. Я говорю, дурак, он мне говорит, за полтора года на одних помадах только больше денег принесет, чем 150 долларов. Понимаете, люди недооценивают игру вот это вот чисел, игру мелочевки. Они даже не задумываются о том, что самые большие деньги делаются именно на мелочевке. Соль и спички, хлеб, туалетная бумага. Но для всех под доступными ценами, которые все время заканчиваются. Что может лучше косметики быть вот для этой схемы? Я смогу сказать, хлеб и водка. Представляете, хлеб на водке, да? Обязательная закупка каждому – три ящика в месяц. Бизнес – во! Но через три месяца все в Кащенко с белой горячкой. А тут, знаете, есть фирмы, ребята, просто задумайтесь об этом. Есть фирмы, которые работают с продукцией искусственно созданного потребления. С продукцией искусственно созданного потребления. Тебе нужны эти таблетки, да не нужны. Тебе нужны эти таблетки, да не нужны. Тебе нужны, ты просто пока еще не знаешь, что им нужны. Другое дело – строить бизнес с продукцией, которые всем понятны, всем нужны. туши, помады, шампунь и пену для ванны, уход за ногами, руками, телом, лицо, волосами. Легко строить, приглашать в этот бизнес. Мне все понятно, продукция понятная. Понятная продукция для них, то есть легко меня приглашать. Даже последним людям, которые приходят, им тоже легко работать с этой продукцией. Не надо зубрить, тратить огромное время на то, что выучить Формулу-1, Формулу-2, Формулу-3. Время есть? Есть? Немного, да? Ребята, кто схватил идею этого бизнеса? Еще раз, в чем смысл этого бизнеса? Смысл бизнеса не в продажах, смысл бизнеса не в предложении людей, смысл бизнеса в создании групповых товарооборотов. Еще более того, как правило, для людей основное препятствие, основное препятствие людей в этой системе, это где взять тысячу человек. Вот это основное препятствие. Нет у меня столько знакомых. У меня всего три человека знакомых, все три калеки, все три не моются. Я говорю, классно, все люди моются, а двои нет. Он говорит, мои не моются. Я говорю, слушай, познакомь меня с этими людьми, хочу посмотреть на людей, которые не моются в наше время. Вот. Ну и потом, понимаете, ребята, вот как раз вот это, как раз вот этот вопрос, где взять тысячу человек, как раз и является нашей профессией. Как раз вот это и является нашей профессией. Я прошу прощения насчет не боится. Многие просто говорят, мы пойдем, мы не в косметик там дешевле. Ну, конечно. Конечно. Более того, мне очень часто говорят, что компания Reflame единственная, это есть еще Лореаль, Горне, Ланком и Вороша. Почему я должен пользоваться именно Reflame. И я им отвечаю, что мало того, что классические компании гиганты этого бизнеса. Ребята, понимаете, я никогда не про одну продукцию, не про одну компанию говорить плохо не буду. Почему? Потому что, если бы они были плохие, их бы давно уже с рынка конкуренты вытеснили. Все компании хорошие. Просто своим временем существования уже доказано, что они хорошие. Вот. Но чем Reflame лучше их? Те компании зарабатывают здесь деньги, в России, а нам вместе с собой не дают возможность зарабатывать. Reflame и сам зарабатывает, и нам, каждому из нас, представляет возможность зарабатывать деньги. Только одним этим он уже лучше. Понятно, да? Те другие, там, Ланкомы тебе предлагают зарабатывать, но они мне скидки дают, понятно, кроме скидок еще можно зарабатывать. Вот. Потому что сейчас просто поговорим еще о каких суммах идет речь. Потому что все это весело, все это здорово, все это копеечная вроде бы помада. У меня один человек просто говорит, вот у нас там в Цепторе, вот у нас там продал кастрюлю, заработал сразу там 500 баксов, а у вас, говорит, продал мочалку, и где? Я говорю, ты понимаешь, что дело? Если ты говоришь про продажи, то ты прав. Если мы с тобой говорим про сетевой маркетинг, то мы должны себе очень четко отдавать отчет, что нам платят деньги не от цены товара, а от объемов реализации. Сколько дорогих Цепторовских продуктов можно продать? Сколько моих мочалок? Какая кастрюля на 20 лет, это решит она? А начало, как и жизненная гаранция. Где взять тысячу человек? Это основное препятствие для большинства людей. Но как раз это и является нашей профессией. Потому что, вот что меня больше всего расстраивает, что 90% людей, которые даже уже подписали контракт с компанией Арифлэйм, они сами не поймают, куда они попали. Для них Арифлэйм это единственное возможность взять что-нибудь подешевле, отдать подороже, получить разницу. О том, что здесь можно зарабатывать другие деньги, люди даже не задумываются, они даже не догадываются, они даже в эту сторону не думают. Почему? Ну, поэтому говорят, что в этой жизни должен быть каждому человеку повестить три раза. У кого родиться, у кого учиться. И на ком жениться. Итак, 90% людей вообще не понимают, куда они попали. Из тех 10%, которые все... Причем мы готовы с ними работать, мы готовы рассказывать, объяснять, помогать, они просто не приходят на встречу. Что у нас будет учить? Продавать мы и сами умеем. О том, что мы им говорить, они даже не догадываются, они даже не задумываются, они даже не понимают, о чем будем говорить. Но они не придут на встречу. Почему? Потому что они думают, что они все знают. Из тех 10%, которые все же приходят на встречу, то 8% из них начинают вот эту задачу решать в лоб. Они получили знание, тысяча человек. Начинают сразу думать, где люди? На улице. Начинают раскидывать листовки, давать объявления, хватать людей за руку на улице. Я считаю, что так работают дилетанты. Так работают люди, которые не понимают смысл этого бизнеса, которые не считали вот этих книг. Потому что с конца 40-х годов еще многие люди уже набили свои шишки. Они написали книги, как бизнес делать, как нельзя, как ни в коем случае нельзя. Помните, я говорю, сколько я вам вчера книг перечислил? У меня... Сколько? 15. Ты что, серьезно? 16. Да? В следующий раз продолжу. Хорошо, список? Значит, на самом деле список неисчерпаемый, потому что у меня дома 8 полок вот таких вот. Полностью 8 полок, посвященных только литературе по этому бизнесу. Лидерство, команда образования, несгибаемость, непобедимость, харизма, судьба. Это все из нашего бизнеса, это все про наш бизнес. Читайте как можно больше, учитесь как можно больше. Не надо ничего придумывать. Здесь есть уже люди, которые набили свои шишки, написали книги. Просто учиться надо. Потому что я сейчас отталкиваюсь от рекомендаций этих людей. Могу противостояния, как любой человек, имея в виду трех человек знакомых, может посолиться в организацию в тысячу человек, без листовок, без объявлений, без схватания, без рукава на улице. Интересно? Поехали? Итак. Здесь я нарисую то, что я хочу получить, чтобы не забыть. А то бывает так, что начнешь от печки, а кончаешь за упокой. Я хочу построить организацию в тысячу человек. Почему в тысячу? Потому что если я пойму, как надо строить организацию в тысячу человек, то как построить две тысячи, это просто вопрос времени. Правильно? Три тысячи, вопрос времени. Десять тысячи, это вопрос времени. причем уверяю вас уверяю вас что самое сложное в этом бизнесе построить первую команду в 50 человек объяснить почему потому что потом уже они начинают строить свои команды и вы даже не знаете их знакомых а знакомых знакомых вообще не представляете когда мы с нами начинали мы начинали только в Строгино но у нас выяснилось в Подольске в Чкаловске в Можайске в Клину сейчас у нас во Владивостоке сейчас у нас во Вьетнаме сейчас у нас в Монголии лидер Монголии наш лидер Китая наш да нельзя но она из нашей организации через Монголию через Монголию у нас есть лидеры Мексики это закон семи контактов то есть есть такой закон который говорит что через семь контактов можно выйти на любого человека в мире даже на Обаму даже на Путина всего семь седьмой будет уже Путин там уже не обсуждается итак тысячи человек мне нужно тысячи человек для того чтобы показать как это рекомендует строить люди которых это уже набили свои шишки которые написали книги я воспользуюсь критерием устойчивости этого бизнеса а критерий устойчивость звучит так если вы пришли в этот бизнес если вы хотите быть неустойчивы то вы на три поколения должны учить свою организацию делать то же самое что умеете сами непонятная фраза сейчас немножко по-другому объясню я знаю что я хочу получить я хочу получить тысяч человек я пока не буду говорить про тысячу человек скажем сами реально в этот бизнес пригласить не надо тысячу всего двух всего двух человек который для себя что покупать покупать на 30 процентов дешевле реально если это сделал могу я их научить делать то что я сам уже сделал могу я их научить пригласить их них двух знакомых а теперь еще раз внимательно слушаем критерий устойчивости если вы пришли в этот бизнес если вы хотите быть неустойчивы то вы на три поколения вы это значит я это значит я это значит я даже учить людей делать то же самое что умеете сами 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 двух и так на три поколения открытая неустойчивость и выясняет что вот это вот эта работа эта работа встречаться либо объяснять помогать отвечать на вопрос любая работа должна оплачена иначе просто делать не буду что же придумала компания рефлейф чтоб нас заинтересовать вот эту работу делать они нам предлагают они нам предлагают выплачивается товарооборот лидеров первого поколения выплачивают нам пять процентов от всех денег прописи на фирму не люди платят фирма платит растающие дома с первого часа по 31 и подсчитывают весь товарооборот который принес этот человек и в конце месяца 5 процентов просто на счет в банке старооборот тренера второго поколения фирма рефлейм мне платит два процента то есть чтобы мне было выгодно помогать им приглашать чтобы помогать помогать их обучать этим ребятам фирма платит пять процентов и сами пригласили и так на всю глубину если человек пришел даже вот здесь он получает 5 процентов он сам пригласил два процента покупаем любую баночку а там уже 7 процентов заложено поддержание всей этой структуры всей структуры на всю глубину хоть тысячи человек хоть 50 тысяч человек в каждой баночке просто заложен вот этот цена на возгнаждение казалось бы все просто а давайте посмотрим что получилось я пришел сюда один я пригласил всего двух человек каждого из них я научил по два человека четыре каждого из них я научил по два человека 8 каждый из них я научил призы по два человека 16 цикл интерес меч получился я пришел сюда один и пригласил всего двух человека проделал работу а получил команду больше 30 можешь посчитать потому что оказывается фирме все равно фирме все равно как они вот так и приглашены вот так вот они приглашены или вот так вот они приглашены фирмам уже тысяча потребителей и гораздо проще гораздо больше людей там находится в глубине работа с людьми а если пришли двух человек трех и каждую из них лучше по три человека 3 9 27 81 как вам нравится разница а настоящая разница одного больше геометрическая прогрессия я буду здравствуйте узнали то что обратить внимание я из рукава ничего не вынул никого не обманул я просто знаю что я хочу получить и для того чтобы получить то что я хочу иду кратчайшим путем используя хорошо известные математические законы до геометрическая прогрессия но я иду кратчайшим путем к максимальному результату можно посчитать людей для четырех человек может и пяти вот мне про 5 очень нравится я не буду рассказать про шесть человека даже знаю почему то что есть другой закон закон управления который говорит что больше чем пятью человек одновременно управлять нельзя ну вот закон управления говорит так пять плюс минус два от трех до семи ну вся вот систему структуры любая иерархическая структура принимать пирамидальный вид у каждой пирамиды есть свои законы армия тоже пирамида в каждую дивизию три полка в каждом полку три батальона в каждом батальоне три роты каждый роте по три почему да потому что оптимально для управления я понятно объясняю не нужно 65 я даже не буду рассказать про плюс 2 просто давайте на 5 остановимся значит я пришел сюда один я пригласил все пять человек своих знакомых опять же знакомых у меня например есть у меня есть пача знакомых я группа вы спящен знакомых крышка прям обращаюсь вы кого из 5 человек знакомых все поднимают если кто-то не поднимать гурана то что у него больше то что человек знакомых у каждого из нас есть у каждого из них тоже есть опять же знакомых а я именно я есть такую работу могу изинтересовать 25 у каждого из них тоже если опять же знакомых а я именно я если такую работу выбрал помогу заинтересовать 125 у каждого них тоже есть свои пять человек знакомых а я именно я тоже есть такую работу выбрал могу изинтересовать 625 и так я пришел сюда один я пригласил все пять человек своих знакомых Я проделал работу. Давайте посмотрим, что получилось в результате. 625, 125, 750, плюс еще 30. 780 человек. Что я хотел получить? А что я получил? Я даже не буду рассказывать, сколько там в следующем поколении. Это бизнес так задумывалось, как бизнес для потребителей. Люди, пользуясь за 30% дешевле, им нравится, рекомендует своим друзьям. Тебе пользуется за 30% дешевле, рекомендует своим друзьям, те своим, и бизнес пошел работать. Вот теперь так и называется, бизнес-рекомендации. Бизнес для потребителей, бизнес-рекомендации. Они ничего не продают, они просто рекомендуют продукцию. Рекомендуют продукцию. Серьезные люди, которые привыкли мыслить к категории мишелонов. 5 шлонов туда. Вот это бизнес. 7 шлонов оттуда. Вот это бизнес. Вагон загнал, это круто. А здесь, говорит, какая-то мелочевка. Ну, купят они. Каждый для себя. Каждый понемножку. Каждый чуть-чуть. 100 долларов. Ну, и здесь деньги зарыты большие. Он в Америке задумался, там 100 долларов не деньги, поэтому так прозвали. 100-долларовый бизнес. Мелочевка. Несерьезно. Денег там больших нету. Я говорю, несерьезно? Мелочевка? 100-долларовый бизнес? Нету больших денег? А давайте посмотрим, что будет, если каждый из этих людей сделать закупленный самый 100-долларовый бизнес. Через нашу организацию прокатывается товарооборот. Кто умеет быстро считать? 78 тысяч чего? А мы там что-то обещали вернуть. Кто может быстро посчитать 5 процентов от 78 тысяч долларов? 3 тысячи 900. 3 тысяч 900 чего? Достаточно будет вместе для начала зарабатывать? Я не оговорился. Именно для начала. Именно для начала. Потому что когда мы с вами свою пятерку научили на три поколения, после этого берем следующую пятерку. А потом следующую пятерку. А потом следующую пятерку. И обратите внимание, я пока ни слова не говорил про продажи. Самое удивительное, ни слова не говорил мне про продажи. Никто ничего не продает, а деньги есть и зарплата есть. Обычно люди говорят, Владимир, но ведь кто-то это должен продавать. Иначе откуда деньги-то возьмутся? Я говорю, а почему вы не считаете, что мы? Мы. Мы. Каждый из нас. Каждый. Пускай на 30% дешевле со денежной фирмы приносим, и фирма получает то, что ее интересует. Потому что, оказывается, наши покупки для фирмы являются продажами. Потому что, оказывается, нам деньги здесь платят не за то, что мы продаем товар, а за то, что мы организовываем вот этот товарооборот. Здесь нет черной кости, нет белой кости. Ты будешь зарабатывать, а я буду деньги получать. Здесь каждый стоит на вершине своей пирамиды. Каждый получает деньги за свою работу. И сплошь и рядом этот бизнес, когда нижний зарабатывает больше, чем верхний. Объясняю. Вот этот человек пригласил трех, а вот этот человек пригласил 15. Кто больше будет зарабатывать? Как потопаешь, так и полопаешь. Нету блата, нету мамы, нету папы. Каждый человек говорит, что стоит. Вот здесь очень хорошо проявляется. Кстати, да, фирма, которая все это придумала, это не фирма Арифлейм, потому что первые компании начали работать . Вот таки методы в конце пятидесятых годов, а фирма в шестьдесят седьмом он только начал работать. Но первые компании, которые начали работать и методы, и они были в умной компании. Поэтому мне говорят, ребят, все это здорово. О нас заботятся, они говорят, все это здорово. Все это великолепно. Он говорит, это на самом деле смысл ту бизнесе. Это на самом деле данного бизнеса. Ну что, если у вас это команда пока нет, вам что зарабатывать не надо. Фирма та умный была. В офиге effort говорит, ребята, на самом деле смысл ту бизнес, а это мы сказали делать и nurture бизнеса. А вот, если вы, у каждого из вас, дополнителя к этой идее, будете что-то дополнительно продавать мы за это будем дополнительно доплачивать и вот почему-то большинство людей этот дополнительный визар здесь принимает за единственный, основной который получает доступ к оптовым ценам начинает к сумкам, коробкам, узлами, мешками они не зарабатывают этих денег потому что для этого ничего не делают не потому что они глупые а потому что никто не рассказал что 30% с розницы только один из наших визар не основной, а дополнительной когда я говорю про большие заработки в этом бизнесе я имею в виду вот эту работу вот эту работу я имею в виду вот эту работу потому что ребята, подвожу черту если работать вот таким методом именно вот таким методом о каких здесь заработках идет речь сколько здесь можно зарабатывать то есть вы представляете люди, которые вообще ничего не знали про этот бизнес они мне сами говорят ну не берем сегодняшнюю таблицу новички смотрят и говорят неограничено если работать по этой идее потому что знаете, многие люди они как бы работают сразу в одновременно в нескольких компаниях потому что они все равно клиентам идем английская компания это люди, которые никогда не будут богаты потому что ни в одной компании не работают в том управления где на самом деле заложены большие деньги во всех компаниях они работают в дополнительном секторе дополнительные заработки никогда не бывают большими Когда я говорю про большие деньги, я имею вот эти деньги, я имею вот эту работу, я имею вот эту зарплату. Идея понятна? Это сверхидея. Это то, к чему мы стремимся. Этому надо учиться. Как это сделать? Как съесть большого слона? Каждый раз откусываю по маленькому кусочку. Как сделать, преодолеть большую дорогу? Шаг. Сделать первый шаг. Это единственный бизнес, в котором можно учиться по ходу работы. Это единственный бизнес, в котором нас не оказывают за ошибки. Потому что к этому человеку мы всегда можем вернуться позже, когда мы приобретем опыт. Это единственный бизнес, обратите внимание, Маргарита придумала. Это единственный бизнес, в котором уже для каждого из нас есть место бриллиантового директора. И подсиживать никого не надо. Там для вас уже, для всех нас уже есть место бриллиантового директора. Надо только проделать эту работу. В отличие от классического бизнеса, где много подсиживают, подставляют, завидуют, мешают, завидуют. Здесь для каждого человека уже есть свое место бриллиантового директора. Не надо никого подсиживать, не надо никого смещать, не надо никого. Уже все есть. Единственный бизнес, в котором люди радуются за результаты других людей. Вот Ирина Кашин сейчас откровенно радуется за Альбинку Хафизову. Почему? Да потому что она в наше время делает новые результаты. Если будут делать то же самое, у меня тоже будет рост. Новые результаты это просто показывает о том, что дорога открыта. Я понятно объясняю? Новая кровь. Она показывает о том, что на самом деле даже новички, они уже пришли позже нас, но у них почему-то результата больше, чем у нас. Может нам что-то тоже переделать? Они нам показывают, что причина не в компании, причина не в ценах, причина не в зарплатах, причина не в людях, причина в нас самих. Я уже три года в бизнесе, пришел какая-то скотина, уже вышел на 9%, а я на 3% сижу. Вывод нечестно работает. А он, сволочь, берет на следующем месяце, у него уже 15%. Потом раз, приходят сюда потребители, знаете, тоже. А люди пришли уже после них, и вдруг становятся директорами, становятся золотыми директорами, начинают ездить за границу. Вот в этом году кто знает, куда поедут золотые директора? Круиз по Средиземному морю. Кто хочет круиз по Средиземному морю? Кто поедет? В следующем году, Япония, во время цветения сакуры в апреле, во время цветения сакуры, не просто так, не халявщиков, тех людей, которые заработали этот результат, которые заслужили поехать в Японию. Здесь, как бы, звание догоняет наши реальные заслуги. Здесь эти поездки, они вознаграждаются за достижение результатов. Не за дорогу к результатам, а за достижение результата. Я понятно объясняю? Но это делать надо, понимаете? Это делать надо. Что компания получает? Что взамен компания получает? Она получает 78 тысяч долларов. И чтобы получить свои 78 тысяч долларов, они сразу выплатят обратно 7%. Я понятно объясняю? Значит, и так. Я сам перед собой поставил задачу ответить на 5 вопросов. В чем смысл этого бизнеса? Понятен вопрос? Откуда здесь деньги брутся? Понятен ответ? Да. Что надо делать? Ясно? Ясно. Кто обязан помогать? Понятно? Помните, говорю, научитесь, чтобы иметь своего спонсора, научиться его иметь. Но чтобы заслужить право его иметь, надо заслужить право его иметь. Кто обязан помогать? Понятно. Что будет в результате? Все понятно? Что мы предлагаем? Что мы предлагаем, конкретно, в этой схеме? Когда я человеку все это рассказываю, я говорю, понятно, понятно. Начинаем? Начинаем. Нравится? Нравится. Начинаем? Начинаем. Я говорю, давай с тобой сразу договоримся, что первая встреча с твоими друзьями, у тебя так не получится, как у меня. Твоя задача, просто пригласить своих друзей, я буду рассказывать. Почему? Потому что если твои друзья хорошо к тебе относят, они все равно к тебе начнут задавать вопросы. Как ты деньги получаешь? А как налоги платишь? И ты не знаешь, что ответить. Вот они скажут, сначала сам... Именно так. Именно так. И поэтому, возвращаясь опять к своей фразе, научитесь иметь своего спонсора. Давай с тобой сразу договоримся, что первая встреча с твоими друзьями, у тебя так не получится, как у меня. Ты только приглашаешь своих друзей, я буду рассказывать. А ты просто посиди рядом, посмотри, как это ты должен сделать. Просто сиди и слушай. Помогать мне не надо. Сиди и слушай второй раз. Ты уже знаешь, о чем речь идет. Сиди и слушай второй раз. Потому что когда я им расскажу то же самое, то же самое, я у них спрошу, понравилось? Понравилось? Начинаем? Начинаем. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас так не получится, как у меня. Так, продолжаем. Значит, итак, твоя задача пригласить друзей, я буду рассказывать, а ты просто посиди рядом и посмотри, как это ты должен делать. Ты, кстати, второй раз посиди. Ребята, понравилось? Понравилось? Начинаем? Начинаем. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас так не получится, как у меня. Ваша задача просто пригласить своих друзей, я буду проводить встречу. А ты просто посиди рядом, посмотри, как ты должен делать. Ты, кстати, второй раз посиди, а ты уже третий раз посиди. Ребята, понравилось? Понравилось? Начинаем работать? Начинаем. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас так не получится как ты сколько раз это все слышал раз два три четыре попробуй ты не волнуйся я здесь рядом с кубочками сижу стараюсь молчать то что очень тяжело молчать и вы при тебе блины пекут тоже кача делал что-нибудь целый первый раз и целая песня зубы спотыкаешься и заплетаешь по что-то 5 раз одно и то же расскажешь по что-то вообще забудет сказать но когда это же человек делает это второй раз уже легче на десятый от зубов отскать на 1000 свободу владея материалом обучение происходит обучение людей я тебе не буду рассказывать как этот бизнес делается я тебе прям покажу давай видовых знакомых это на них тебе покажу что ты должен делать а думай каждый раз идем и сами все рассказываем я же не дурак что я своими словами не расскажу не расскажешь телефон не не расскажешь происходит обучение людей причем обучение не в теории обучение в бою обучение в поле это не буду рассказывать бизнес делать я тебе покажу вами твоих людей я прям на них тебе покажу как этот бизнес делается а по ходу по ходу что происходит ребята я сейчас объясню что происходит когда человек свой первый раз слушать всю эту информацию участие как студента все понимает ничего сказать не может как собака помните все понимает рассказать еще не может знаете эффект до студенческие все книги прочитала все понял ничего рассказать не могу короче лек слушает второй раз и он начинает у себя клавиши по полочкам раскладывать когда сейчас уж на третий раз он начинает сам себя проверять так это я правильно понял. Это я правильно понял. А, вот он как отсюда, вот сюда перешел. Когда человек слушает мяч четвертый раз, он начинает уже меня проверять. Он говорит, Володя, ты в прошлый раз рассказывал не так. Я говорю, ах ты сволочь, так ты уже знаешь, о чем надо рассказывать? А ну-ка сюда, к станку. Слушай, у тебя классно получается, продолжай. А я пошел работать с другим человеком. Помните, я сказал, что самое сложное, первые пятьдесят человек. Но как только вы научили одного, вы уже бизнес делаете вдвоем. Вы научили пятерых, вы уже в шестером делаете бизнес. Научили двести человек, двести человек одновременно делают ваш бизнес, даже когда вы спите. Они будут его делать в Монголии и в Китае. Во Вьетнаме и в Мексике. Они будут делать его в России и в Молдавии, Украина и Казахстан. Я грамотно излагаю. Более. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Значит, ребята, спасибо вам огромное, потому что на самом деле ваша лучшая благодарность будет ваш новый результат. Как сказал Никита Сергеевич Хрущев, он сказал, говорит, ребята, цели ясны, задачи определены, впереди у нас много работы, товарищи, так что за работу, товарищи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ